Следующее, что нас будет интересовать, последняя важная служба, это организация взаимодействия между машинами под управлением Linux и под управлением Windows. В смысле тех служб, которые обычно называются службами сети Windows, то есть службами локальной сети Windows. Тех служб на самом деле некоторое количество. И реализуются эти службы соответствующими протоколами поверх соответствующих транспортных средств. В первую очередь это служба печати, или скажем, служба файлов и печати. А во вторую, третью и последующую очередь это служба удаленного управления учетными записями, или централизованного каталога учетных записей, служба удаленного доступа в реестр, служба распределенной журнализации событий, ну и много собственно чего. Сначала нас будут интересовать транспортные средства этих служб. Вот на рисунке 9.2 исторически и на текущий момент времени мы имеем следующую картину. Поверх протокола IP, TCP, UDP, были реализованы так называемые сначала службы NetBIOS, NetBIOS Session, NetBIOS Dategram и NetBIOS Name службы. Или вообще так называемый интерфейс NetBIOS, в какой-то момент времени исчерпавший себя в подкоре. Поверх которого был реализован самый главный протокол SMB, сервер MessageBlocks, при помощи которого реализованы службы сервера предоставления файлов, доступ, служба Workstation, доступа к предоставленным файлам, служба Messenger, обмена сообщениями, служба NetLagon, централизация учетных записей, служба управления службами сервис-контрол, служба управления принтерами, предоставляемыми ресурсами, ну и много-много-много других служб. Вот эти все службы и носят название службы Microsoft или службы сети Microsoft. Но по-хорошему двумя важными службами является служба сервер, ее важность номер один. Она предоставляет возможность обращаться к чужим файлам и принтерам. Служба Workstation, она, собственно, эти обращения генерирует. То есть службы, позволяющие обращаться к файловым ресурсам серверов или к принтерам серверов. На текущий момент времени те же самые службы сети Microsoft без изменения работают поверх IP, TCP, UDP протокола, но, обратите внимание, минуя интерфейс, нет биос, потому что он устарел, по сути, и устарел безвозвратно. То есть они вместо службы имен NITBIOS, если присмотреться, используют DNS, вместо службы DITIGRAM NITBIOS используют, по сути, UDP, а вместо сессионной службы используют TCP. То есть поверх сразу TCP, UDP и DNS протоколов работает SMB протокол. Поэтому исторически SMB говорили поверх нет биос. Сейчас сразу поверх протокола нет, начиная с Windows 2000, сразу поверх протокола TCP. Биос его можно отключить. По умолчанию он включен и работает в полный рост. Нет, он там есть и, возможно, не включен. Это так называемый обнаженный SMB, то есть поверх непосредственно TCP. И если раньше использовались 139, 137 и 138 порты соответствующих протоколов, то теперь это 445 порт и 53, соответственно. 53, потому что это типичный порт DNS. И 445 для всего остального, для протокола, ну, по сути, SMB. Что в случае UDP, что в случае 10. Ну, если справочную информацию тоже дополняет до единого целого, раньше 137, 138 порты UDP, прекрасно работали. И 139 порт, ну, уже 139 порт, естественно, протокола TCP. И на текущий момент времени NetBIOS в проверке TCP и IP все еще может сохраняться. Начиная с Windows 2000 появилась возможность, ну и дальше, не использовать интерфейс NetBIOS, вообще от него отказаться. А до Windows 2000, к сожалению, это было невозможно. Если у вас в сети работают машины при Windows 2000, по каким-то причинам, то наверняка у вас работает NetBIOS. А если работают машины позже, чем Windows 2000, то, возможно, на них NetBIOS установлен и даже включен, и они работают поверх него, но только убедившись, что все машины обладают такой возможности, его можно попросту выключить. И больше никогда к этому NetBIOS не возвращаться. Но, тем не менее, давайте еще немножко исторической справки. Что из себя представлял NetBIOS? Когда-то очень давно, когда фирма, и это еще была не Microsoft, а IBM для своего персонального компьютера, придумала сеть PC Network, реализовала свой стек, или набор протоколов, который назывался NetBIOS, который впоследствии был использован Microsoft. С ростом, это было давно, 80-е, PC Network была с успехом заменена, ну, например, технологией Ethernet, интерфейс NetBIOS расширили, и появился интерфейс NetBui. А Microsoft, которая реализовала свои протоколы, как раз реализовала протоколы СМВ, поверх которого реализованы все его службы. И модели взаимодействия открытых систем, семиуровневые, это вот в каком-то таком смысле и соответствует. То есть Ethernet, это физический канальный уровень, интерфейс NetBui, расширение NetBIOS, это транспортный, сетевой, протокол SMB Server Message Box, это представительский сессионный уровень, а дальше прикладные майкрософтские протоколы, ну, собственно, сами по себе. Но работать это может, то есть чистый или настоящий NetBIOS, только в плоской NetBIOS, или его расширение NetBui, в плоской, вот такой вот, немаршрутизированной сети. Да, он предоставлял службу имен, литограммную службу, сессионную. Служба имен вводила такие понятия, как нет BIOS, имена, это были не имена, DNS, и они были плоские, по 15 символов, максимум длиной. Но самая проблема заключалась в том, что это не работало в маршрутизируемом окружении, и с появлением маршрутизаторов появилась масса вопросов, как эти службы будут работать. Маршрутизируемым стеком, наиболее распространенным в маршрутизируемом окружении, является стал стек TCP IP. Поэтому решено было NetBIOS интерфейс перенести на рельсы TCP IP, то есть делать его поверх нет BIOS, over TCP IP, так называемый NetBIOS over TCP IP. Нормативными документами на F1001-1002 соответственно стека TCP IP это было сделано. Теперь все-таки Ethernet вместе со стеком IP и вот этой исторически сложившейся прослой NetBIOS, чтобы не ломать все сверху. Протокол SMB легко и непринужденно был перенесен в маршрутизированное окружение вместе со всеми остальными майкрософтскими протоколами. То есть если плоский NetBIOS не смог справляться с окружением, то его заменили на TCP IP, а все остальное по сути само по себе было перенесено. И тогда возникло некоторое количество вопросов, а именно если сеть уже построенная на основе TCP IP оставалась плоской по сути, то тогда узлы работали в режиме B, что означает не трудно догадаться Broadcast и не важно что снизу был TCP IP, то есть никаких изменений вообще не происходило. Ну кроме того, что только служба именно начала работать поверх 137-го порта UDP, доитограммно поверх 138-го порта UDP, а сессионная поверх 139-го порта TCP. Но если же маршрутизатор появлялся, то тогда узлы в широковещательном режиме. Маршрутизатор не пропускает широковещание, а работать уже не могут. Тогда было еще добавлено некоторое количество режимов. это P, так называемый Point to Point режим, то есть направленный, а вместе с ним Mixed смешанный и гибрид, режимы и hybrid. Ну, в общем, на самом деле все очень просто. Смешанный режим, это сначала Point to Point P режим, потом Broadcast, гибридный, придуманный Microsoft, это сначала Broadcast, а потом Point to Point. И вот этот именно направленный режим Point to Point и решил проблему с маршрутизацией. Правда, пришлось придумать некоторое количество серверов. Так называемый NetBios Name Server NBNS, который Microsoft в своей обилизации назвала WINS сервером. И по-хорошему этот самый NBNS, то есть WINS протокол, основывался на DNS протоколе. Он не использовал DNS сервера, но использовал многие DNS наработки. Многие у него росли из DNS, хотя он не был DNS протоколом. Вместе с этим прояснительные записки предполагали наличие еще одного сервера NBDD сервера, но Microsoft его решила не реализовывать вовсе, поэтому в сетях Microsoft его просто не существовало никогда. В связи с этим огребла некоторое количество проблем, затем их решила через всем известное место, как это обычно бывает. Но впоследствии, как мы понимаем, вообще от этого избавилась, заменив службу имен вот эту самую с которой основные проблемы на DNS. И отойдя от имен NetBIOS в конце концов к DNS именам впоследствии. поэтому включен у вас NetBIOS, значит вам нужен Winx сервер со всеми вытекающими отсюда режимами и последствиями. Не включен у вас NetBIOS и протокол SMB работает непосредственно поверх стека, начиная с Windows 2000 вы можете себе ничем не отказывать это позволить. не нужен вам тогда соответственно никакой Winx сервер и количество проблем у нас уменьшается. исторически. Поэтому на текущий момент времени все-таки нужно признать вот служба Microsoft в сети работает вот таким образом поверхности IP непосредственно 445 ну и естественно 53 какие бы они ни были это обмен файлами это удаленный вход в систему это не знаю управление принтерами управления журналами событий всем чем захотим опять же все равно по важности служба по сути сервер это служба которая номер 1 служба Workstation это служба номер 2 ну в смысле потому что одна предоставляет ресурсы в общее пользование а другая позволяет ими пользоваться но по-хорошему не биос как интерфейс если вы точно уверены что у вас все операционные системы это поддерживают можно выключить и никогда к нему больше не возвращаться а вот в каком режиме по умолчанию если взять Windows 2008 релиз 2 сервер сейчас я честно затруднюсь сказать скорее всего включим для того чтобы дабы даже инсталляция по умолчанию не привела к проблемам в администраторской сети при апгрейде со старыми негде на периферии оставшимся 1,95 которые просто по любому не имеют хотите уменьшить количество проблем выключите Windows реально все будет работать в некотором смысле прозрачное появятся вопросы относительно службы браузера вопросы ой компьютер не видит сеть от пользователей если у них ресурсы собрано единое дерево DFS многие ресурсы отображены на локальные диски путем централизованного мэппинга ресурсы принтера опубликованы в активном каталоге а пользователи еще и обучены этим работать то проблема исчезла а если они как по старинке как Windows 95 считают что можно кликнуть мой компьютер сетевое окружение и там найти кучу компьютеров других как бы видны здесь без них биоса не обойтись нас это мало не интересует нас интересует это мало потому что выше начиная с протокола СМВ находится служба включая протокол СМВ что в одном что во втором случае все таки мы хотим сопрячь именно службы сети Майкласса верхнюю часть вот эту прикладную и сам протокол СМВ сеансово представительскую часть между собственно Майклассов Тузлани и не Майкласса а проект или программная реализация опять же наиболее распространенная но далеко не единственная которая это позволяет сделать но де факто классическая это проект который носит название самбо и сам этот проект реализован в австралийском университете национальном это уже не интернет софтвер консорциум австралийский университет и проект не называется ICDHCP а называется например самбо и проект не называется ICBind а называется еще раз самбо все таки это название проекта если установить соответствующий пакет программного обеспечения то мы во первых получим как всегда сценарий запуска службы службы сети Microsoft реализовано это будет двумя демонами демон SMBD протоколы SMB демон NMB имен когда-то имен нетбиус сейчас какая-то у него какая-то ему роль отведена управляются оба демона централизованным конфигурационным файлом SMB conf в соответствующем каталоге для проверки синтекса конфигурационных файлов существует программка test парм и test когда-то принтерс prms вопрос в последних версиях если это программка тест принтерс может соответственно стоять ее может и не быть теперь так как мы изначально с вами сказали основными службами являются служба сервера блокстейшн попытаемся на ней сосредоточить будем считать что службу сервера файлов и принтеров как раз и будет предоставлять вот откламая Samba а вот тогда служба workstation по сути то есть служба доступа к этим файлам и принтерам будет представлена вот этими клиентскими утилитами потому что рисунок 9.4 это Samba ну понятное дело когда уточняю сервер рисунок 9.6 это Samba клиенты и вот теперь нам важно будет познакомиться не только с серверными компонентами но и с утилитами Samba клиенты Samba mount которые позволяют нам обращаться к ресурсам чужого и самое так главное что раз мы обращаемся к чужим файлам и принтерам то логично предположить что это самая служба workstation взаимодействует со службой сервера и обмениваются они и обеспечивают доступ друг другу к распределенным в сети файлам что привело впоследствии к понятию cifs или common internet file system то есть некоторой как бы интернетовской файловой системы но это название от microsoft что выросло то выросло то есть несмотря на то что иногда в утилитах есть префикс smb может точно так же использоваться префикс cifs этим немножко поиллюстрируем причем поиллюстрируем это все на реальной сети а именно возьмем утилиту sambo клиент и обратим внимание как ей можно пользоваться если мы указываем имя сервера какого-нибудь например в нашей сети eonor и говорим покажи лист ресурсы на этом сервере она спрашивает пароль пользователя потому что сервер может отдавать соответственно эту информацию только не анонимным пользователям при учении попытки анонимно это сделать без пароля соответственно получаем анти статус аксер имя пользователя локального которое она берет считается этой утилитой что есть имя пользователя в сети но иногда это может быть не так поэтому хорошему нужно еще сказать покажи нам список ресурсов подключаясь от имени пользователя бильба к этой машине соответственно и что мы не угадали имя пользователя правильно задается минус правильно задается не понял где я ошибся минус минус фьюзер кернице вильку минус л в таком синтексе почему-то снял и соответственно пароль пользователя на этом узле мы вводим не прокатывает это правильно или указываем что этот пользователь у нас не с этого узла а целиком из домена минус ворк групп в данном случае валон и указываем и указываем пароль этого пользователя в домене и вот теперь получаем список ресурсов на этом соответственно узле а также можем исключить минус л подключиться к какому-то конкретному ресурсу например ресурсу паблик введя имя пользователя дальше используя как обычный ftp клиент это утилит а можем поступить и еще более хитрее так как на текущий момент времени для идентификации авторизации пользователя можно не предъявлять пароль и имя а предъявлять ключ керберас можем команде самбо клиент сказать а покажи нам список ресурсов на узле феанор предъявляя ключ керберас должна быть почему-то последний ну вот так и имея кайнист керберас лист ключ керберас для какого-то пользователя в домине мы можем его предъявлять а инициировать сейчас вот очистим ключ керберас получение можем командой кайни и да хотим инициировать получение ключа пользователя битва в домене амалон соответственно предъявляя его пароль калий теперь будем действовать от лица этого пользователя то есть самбо клиент говорим прибери ключ керберас и покажи список ресурсов на машине феанор пожалуйста уже не спрашивается пароль и точно так же при попытке не лист а подключиться к этому узлу к этому ресурсу мы легко непринужденно напрямую входим и начинаем чем-то там пользоваться можем перейти в любой каталог посмотреть список файлов взять какой-нибудь файл то есть пользоваться командой самбо клиент как будто это просто у нас список команд не предполагает взять папки хотя я думаю что командой тар это можно сделать но тогда происходит там создается архив папки архив передается одним файлом а потом здесь опять разжимается но на самом деле это и не нужно сейчас покажу почему это клиент команда самбо клиент таким образом клиент как будто бы ftp клиент протокола а вот другой командой самбо mount можно смонтировать удаленный ресурс в свое дерево каталогов абсолютно точно так же то есть обратите внимание она еще имеет псевдоним mount только точка самбо mount или цифс mount вот такого нет неважно mount точка цифс но это общая mount smbfs это все псевдонимы одного и того то есть можно самой командой воспользоваться а можно зная всю поддоготную ну в смысле то что команда mount лежит в каталоге имеет свои параметризированные версии или в каталоге юзер бин только юзер бин скорее всего имеет свои параметризированные версии нет значит юзер бин значит просто юзбин мы видим что можно смонтировать параметризированные версии нтфс файловую систему или смбфс файловую систему или цифс файловую систему или какую-нибудь еще используя обычную команду mount указав тип файловой системы например цифс запуская так запуская mount точка цифс мы получаем одно и то или даже это псевдоним используя smb mount все потому что смб это протокол а цифс название файловой системы по которой юзер протокол волей и судей получилось что это все псевдоним хорошо самбо mount мы говорим и сдаем соответственно опции монтирования юзер ней равняется бин запятая немножко в другом формате workgroup равняется avalon и говорим что нужно с узла фионор и соответственно ресурс public взять но смонтировать в локальное дерево каталогов каталог мнт или куда-то там что у нас есть например в мнт флот у нас ничего не разрешено монтировать руками сделав эту операцию монтирования от лица системного администратора то есть в общем случае выполнить команду суду да предъявляя пароль того пользователя кто переходит в администратора от лица суду а теперь предъявляя пароль вот этого самого пользователя правильнее было бы немножко проиллюстрировать по-другому а именно сначала перейти в администратора получит про ваших суперпользователя теперь выполнив сам вам с опциями опять user name равняется либо work group равняется либо а вот только а вон теперь что мы пытаемся монтировать и куда мы пытаемся монтировать теперь пароль этого самого либо и после того как операция mount сработает мы видим что соответствующий драйвер файловой системы смонтировал что-то в каталог м.н.д. мы придем к каталогу м.н.д. увидим файлы на самом деле лежащие на сервере единственным ограничением размонтируем это всего безобразие является то что определять ключ керберас нельзя несмотря на то что здесь в опциях вы будете читать как будто бы манн смб mount как раз этого нет в мэн странице возможно будет сказано что режим безопасности поддерживается керберас на самом деле это не так то есть если мы получим билет пользователя билбанк в валон предъявляя и убеждаясь в этом его пароль что теперь мы как бы хотим обращаться ко всем ресурсам повторить монтирование и больше не предъявлять пароли просто указав security равняется крб5 к сожалению невозможно все таки появляется какая-то странная ошибка вот этот самый в режиме монтирования предъявления паролей не работает но к счастью в силу того что драйвер реализован гидреет невозможно к счастью существуют такие возможности монтирования при помощи вот смотрите в каталоге sbin наличие в ринуксе специальной файловой системы фьюзи так называемый файл систем и юзер спейс и более того помогает нам в этом графический интерфейс можно было найти себе графическую интерфейс но тем не менее в графическом интерфейсе от лица обычного пользователя мы инициализируем предъявляя пароль получаем пользовательский ключ а теперь в графическом интерфейсе он будет предъявляться самостоятельно если мы возьмем и выполним соединиться с сервером укажем что нас интересует ресурс OS Windows то есть это и есть протокол SMB и скажем что Fianor а ресурс Public соединиться будет предъявлен керберос ключ и больше паролей от нас не потребуется вот он откроется более того в командной строке под каталоги GNUM Virtual File System мы увидим что этот ресурс присоединился как будто бы он был нашим файлом или нашими файлами с ним можно сразу если нам разрешено здесь создавать файлы их создавать если разрешено удалять работать так чтобы возможно было удалено и графический интерфейс нам более чем помогает вот он смонтирован можно его размонтировать этот ресурс ну и увидим что он исчез точка GVFS этот ресурс отсутствует и для справки если ключ керберос от него отказаться то на самом деле операцию можно такую же проделать и без ключа просто когда вы будете присоединяться вам нужно будет соответственно ввести имя пользователя и пароль а если вы это не сделаете попытайтесь соединиться вам все равно это попросят фермерос ключ удобен тем что его единожды получил в домене затем можно везде предъявлять и больше пароль повторный не упадите это крайне удобно единственное буквально отличие с клиентскими утилитами думаю что более чем разобрались самбо малый самбо клиент плюс продолжая идти самбо малый работает графический у нас интерфейс точнее работают средства операционной системы но графический интерфейс нам просто помогает им воспользоваться а вот теперь мы хотим организовать свой собственный сервер одно дело пользоваться клиентами и ресурсами windows а другое наоборот чтобы windows клиенты пользовались нашим сервером для этого нам нужно возвратиться к серверной части и уметь настраивать в конфигурационном файле соответствующий нашим желаниям режим работы сервера но откровенно говоря конечно же рассматривать режим работы можно только в контексте потому что в контексте домена windows потому что в современных сетях windows услуги служб windows предоставляются не просто сервер с одной стороны рабочий останется с другой стороны а в целом в домене обратите внимание рассмотрены у нас на 21 странице парочку режимов member server у вас вот в этом смысле картинка чуть менее национальная что ли или stand alone сервер я вам 21 слайд напечатаю отдельный стоящий сервер это то с чего мы начнем реализовывать но разберем сразу и сервер который является членом домена разница заключается в том что смотрите когда какой-либо клиент не важно это может быть минус это может быть windows когда какой-нибудь клиент подсоединяется к нашему серверу для чего для того чтобы получить доступ например в каталог ну или к принтеру не важно то он предъявляет имя свое и не пароль а при помощи протокола ntlm ну скажем его хэш на самом деле все чуть сложнее если мы отдельно стоящий не вписанный в домен сервер нам придется иметь базу данных пользователей и групп вот они пользователи вот они группы но к счастью у нас на отдельно стоящем сервере например под управлением linux это все есть пользователи и группы хранятся в файлах etc по свд цепь расчет у цепера групп etc вешено единственное только пользовательские идентификаторы групповые идентификаторы то есть их собственные идентификаторы вполне подходят для решения задачи доступа извне по протоколу конечно же смб ресурсам в данном случае файлов но в принципе можно рассмотреть и принтеров а вот те хеши которые хранятся в цепь расчетов не подходят потому что здесь хэш вычисляется своим алгоритмом а нам нужно чтобы это был алгоритм ntlm так устроен протокол смб выше головы не придется поэтому классический база данных хорошо конечно же имеется ввиду это этц посады и этц групп потребуется свою собственную еще дополнительную базу данных ntlm хеши заводить для пользователей вопрос какого она формата может быть обычный текстовый может быть и что-то более удобное так вот в реальности то о чем мы сейчас говорим хэш пользователя его идентификатор имя таким образом раз речь идет о майкрософтских протоколах это эмуляция майкрософтовской базы данных которая называется security account manager или SEM база данных и в конфигурационном файле когда мы соответственно указываем в какой форме мы собираемся это все хранить это в реальности директива psdb backend то есть движок базы данных с пользовательскими паролями и смотрите мы можем сказать tdb SEM ну SEM понятно просто суффикс а tdb это trivial database то есть простейшая база данных легко не принесла можем сказать ldbsm то есть мы говорим что пользователей мы будем хранить вообще в ldb или mysql что пользователей мы будем хранить в реляционной базе данных или еще куча средств будет где похоронить пользователей мы с вами конечно же будем рассматривать самый простой вариант нас будет интересовать tdb SEM а теперь а какой утилитой можно управлять этой базой данных пользовательскими TLM хэшами потому что обычные хэши не подходят если листнуть немножко назад знаете password database edit вот утилита pdb она управляет паролями которые хранятся в формате простейшей базы данных trivial database и более того если немножко присмотреться мы видим что smb хранит в каталоге варлип самбо обычно то есть сервер куча своих баз данных служебных в формате trivial database trivial database и кстати ватсеттера тоже могут встречаться специальные базы данных которые называются trivial database чтобы развернуть нам отдельно стоящий сервер по хорошему нам нужно всего лишь завести пользователя в системе задать ему хэш специальное вида intlm и сослаться на то место где он будет храниться по сути и все но только по законам опять же жанра smd каждая машина имеет имя теперь уже не нет bios конечно же а dns но сохранившаяся настройка в глобальном конфигурационном файле называется нет bios стринг и каждая машина является членом рабочей группы по крайней мере просто при централизованном управлении эта рабочая группа начинает называться домен и вот такое собственное хранение пользователей это настройка или режим вот это и есть одна из ролей отдельно стоящий сервера то есть я сам буду хранить своих пользователей а все остальные настройки для отдельно стоящего сервера нам оказываются не нужны сервер стринг ну пожалуй это по желанию с таким комментарием пользователи будут видеть этот сервер у себя в сети настроить отдельно стоящий сервер не просто а очень да возникает затем вопрос а каким пользователям который мы завели можно с файлом какие операции делать и какие списки контроля работают access control листы вот этот вопрос обязательно будет возникать но у него у нас есть дополнительный ответ а пока нам нужно просто хотя бы научиться разворачивать отдельно стоящий сервер а потом еще и сервер член домена поэтому если вернуться к нашим примерам то что нам нужно будет соответственно для этого сделать и соответственно нам нужно сделать следующее во-первых убедиться что есть пакет самбо и он установлен спросить какая документация есть из пакета самбо более чем куча манстраничек документация с картинками в виде чтена спросить в пакете самбо какие файлы являются конфигурационными ну и обратить внимание что действительно из каталога и нет есть сценарий запуска из каталога сисконфиг есть конфигурационный файл сценария запуска ну и пожалуй это все что шло в комплекте даже основной конфигурационный файл который лежит как логик сетера самбо смб.com пакету самбо не принадлежит вопрос а какому пакету он тогда принадлежит смб.com оказывается что это пакету общему не с сервером а пакету общему которому принадлежат файлы и нужные для функционирования сервера и нужные для функционирования клиента тогда вопрос а какие вообще пакеты у нас есть на предмет ключевого слова самбо то оказывается общий сервер некая системная конфигурация и возможно new search самбо какие то еще которые у нас просто не установлены например клиентские утилиты у нас не установлены утилита для конфигурирования через веб интерфейс не установлены ну и что там еще а также да нам будет интересно rtm clearing formation самбо у нас версии 3.0 а еще есть в репозитарии самбо 3x то есть это 3.1 или 3.2 или что-нибудь еще yum list самбо 3x давайте спросим какой он версии нам скажут что еще есть репозитарии версии 3.3 на хорошем сейчас версии не играет никакой роли для того чтобы хотя бы научиться запускать поэтому текущий 3.0 более чем предостаточно идем крылок эцетера вот крылок самбо и смотрим конфигурационный файл содержит кучу как мы делали до этого мы собираемся писать с нуля чтобы понимать и отвечать за абсолютно все что там написано конечно же можно греб попытаться найти вначале не решетку и не точку запятой которые являются комментариями в файле smb.com посмотреть что точка запятой служебный символ поэтому придется экранировать посмотреть что в реальности ну там не настолько много написано сколько есть в файле активных настроек но все равно нас это не интересует поэтому вот практика системного администратора который себе отдает реальный отчет про каждую опцию которую он вписал наберем конфигурационный файл самбо переименуем самбо конд точка арик и будем туда может быть подсматривать а с нуля будем писать свой собственный конфигурационный файл и первая глобальная секция с глобальными настройками не биос name мы хотим как-то назвать назвать сервер по какому имени к нам мы будем обращаться сервер назвать например сервер нам нужно сервер стринг здесь вообще можно назвать мой первый самбо сервер это просто комментарий нужно заметить что первое что второе не является обязательным второе указание вообще уж точно не обязательным является что касается имени сервера его можно было бы и не писать вместо этого и мне тогда было бы использовано то имя которое имеет на текущий момент этот узел localhost но так как он у нас не обозван нам не важно как он обозван и мы не хотим зависеть чтобы сам использовала это имя мы жестко перевозываем сервера стринг сказали теперь security роль этого сервера равняется юзер то есть все пользователи зарегистрированы у нас в своей собственной базе данных ну а теперь пас db back n движок этой базы данных trivial database sam вот и все настройки в принципе для для настоящего сервера проверять будет достаточно тяжело поэтому кроме глобальных настроек чуть забегая вперед мы отдадим в общее использование ресурс темп пора ли назовем его то есть к нашему серверу можно обращаться из виндов два слэша сервер теперь вот откуда это берется ну помним если работает не в биос все будет ништяк а если не в биос выключен то есть работает сырой smb то тогда нужно будет чтобы это не было зарегистрировано в дейнс слэш и теперь вот это слово temporary можно использовать или даже нужно использовать для того чтобы обращаться к ресурсам а где же реально вернее какие реально файлы отдадут а теперь пишем путь то есть файлы из каталога тмп и будут доступны таким образом ред айбл равняется yes в рай айбл равняется ну то есть это будут файлы доступны только для чтения то что мы сделали это сформировали аксесс контрол лист на сам разделяемый ресурс уровня как это в микрософте говорится share а еще не забывайте они просто спрятаны у самого каталога есть тоже еще один аксесс контрол есть только уровня уже файловой системы а в терминах microsoft это соответственно ntfs разрешение теперь попробуем тест фармом проверить синтаксис конфигурационного файла и нам говорят что readable нет такого нам говорят что роль тем не менее стендалон отдельно стоящий сервер правильно определена нажмите вот чтобы посмотреть отдельные секции ну и вот что у нас получилось слово writeable исчезло потому что это настройки по умолчанию и можем сказать а показывать даже то что по умолчанию нам покажут все умолчания даже тех которых мы не делали а что касается readable то на нас уже поругались что такое опции нет managemb.com поищем writeable вот вот опция есть сейчас нам про нее расскажут вот она кстати это синоним по readonly дефолтов умолчаний нет можно писать writeable а можно писать writeable вот что касается readable значит она считается по умолчанию нужно читать всю справку на самом деле не очень хочется значит ресурсы на самом деле доступны на чтение помолча опять же тест парм проверяем а теперь совсем все окей и можем сервис самбо старт запустить только не самбо а конечно же смб и по нашей схеме это смб ну и по жизни когда мы спрашивали конфигурационные файлы в пакете самбо нам сказали что запускается все сценарием смб среди всех прочих сценариев и вот он запустился и действительно состоит эта служба из двух демонов смб демон и нмб демон теперь над старт если мы проверим udp или tcp слушающие порты мы увидим что нмб демон смотрите пооткрывал югипис 137 138 порты значение биос включен смб сервер в том числе открыл 445 порт то есть он одновременно и выключен индивидуум включен но эта версия самбо не проработать как с смб поверх нибисом так и без нибису соответственно то есть для операционных систем после минус 2000 и до минус 2000 будет прекрасно функционировать ну а теперь давайте ее проверим для того чтобы проверить воспользуемся утилитой смб клиент и присоединимся и посмотрим доступные ресурсы на узле localhost нам говорят что здесь у нас самбо клиент не установлен но это естественно пакет устал самбо клиент называется пакет это мы с вами видели если мы здесь вставлен будет компакт диск или смонтирован компакт диск или доступен втпл вонру то соответственно все изработает но видимо втпл вонру не работает компакт диск у нас не вставлен что мы сейчас с вами проделаем 5-5 вот он подключился перейдем в отцетера юм.репос.ди втпл вонру репозитарий отключаем а медиа репозитарий включаем с компакт диска за это перименовываем файл то же самое но только с суффиксом минус а другой наоборот от суффикса минуса с минусом то же самое просто с суффиксом репо юм.инстал.самба.клиент теперь соответственно нам скажут куда мы можем смонтировать вот например сюда единичка там поставлено по умолчанию и у нас естественно не смонтирован поэтому ругань но тем не менее мы узнали куда монтируем монтируем виртуальный диск виртуальный сидером в медиа сидером каталоги d посмотрим куда у нас вообще xvdb не d а именно b устройство он подключен вот он смонтировался и наконец юм.инстал самбо-клиент соответственно делаем да наливается самбо-клиент и мы теперь можем тестировать опять посмотреть список в нашем локальном узле ресурсов говорят пароль мы вводим какую-то далиберду и во-первых понимаем что мы пытались аутентифицироваться как суперпользователь значит пытаемся пароль суперпользователя не так там все ввести имя какого-нибудь другого пользователя не суперпользователя например пользователя студент его пароль опять же не проходит читаем логи мы учимся на самом деле вспоминаем следующий для того чтобы предъявить имя пользователя или пароль поверх смб у пользователя должен быть ntlm hash то есть обычного хэша обычного пароля недостаточно да пользователь должен быть зарегистрирован но ему должен быть задан свой собственный хэш а делается при помощи команды pdb edit если мы говорим лист покажи нам пользователи которые зарегистрированы говорят нет ни у одного пользователя нет хэшей то есть мы можем pdb edit зарегистрировать пользователя студент дать ему пароль это будет именно пароль для доступа в самбо и появляется его учетная запись по всем законам микрософтского жанра минус l вот пожалуйста пользователь студент с идентификатором внутренним 500 регистрируем теперь мы можем подключиться опять к нашему узлу от лица этого пользователя и ввести его пароль и оп нам показывают список файлов более того мы можем от лица этого пользователя l не просто посмотреть список правило а подключиться к ресурсу темп ора или не для собственно этот папа и увидеть что действительно этот каталог времени можно что-нибудь оттуда попробовать взять территорию нельзя брать можем перейти в каком-нибудь каталог под каталог где что-то может быть есть найти найти почему-то нет ни одного файла неважно если бы был там файл его можно было бы забрать а тем временем от лица пользователя root хотя он есть у нас в системе подключиться определяя пароль нельзя но не потому что он root а потому что еще раз пользователи во-первых должны иметь свои идентификаторы но это и так понятно они должны быть зарегистрированы id root id student не вопрос а во-вторых их обычного хэша то есть того который они предъявляют при входе в системе вот сейчас они предъявляют пароль и проверяется их хэш его недостаточно по протоколу smb будет использован ntlm хэш значит у пользователя должен быть ntlm хэш хранится там где указано а для хранилища тдб 3 велбитобэйс вполне достаточно утилиты pdb эти утилита pdb edit нам показывает для каких пользователей у нас зарегистрирован хэш хэш это очень важная штуковина поэтому нужно быть локальным суперпользователем то есть администратором самбо чтобы это что да давайте пдб 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 другого вида поэтому смотрите когда мы пдб это говорим добавь пользователю студент она не подтягивает старый хэш она говорит я ничего не могу ты ему пароль-то заново сообщи чтобы я в новом формате марса пароль затрат отдельно да с отдельными более того вот эти самые пароли сетевые при доступе по сети могут отличаться от тех самых которые локальные разные абсолютно разные ну давайте даже посмотрим и делаем они общаются на языке интеллент да ну насколько постойку тела второй версии все такое вот это хэш классический это какой-нибудь мд5 алгоритм да а вот в базе данных хэксетера самбо вот в этой псдб тдб и хранится как раз хэш обычных пользователей pdb edit минус л минус вербуз но нам на самом деле сам хэш наверное не покажут хотя он разным по разным алгоритмам вот и все вычитается единственная суть а зачем тогда разницы нет это пмд5 хэш или это нтлм хэш да это мало но это самое можно сделать речь сейчас не о синтезе новой какой-то службы да или хэша о том что у нас как данность юникс использует одни форматы кэша а микрософтские службы другие хэши поэтому в одной базе мы хранить не можем очень хотим но не можем не прибыли ну и да хэши нам не показывают можно конечно почитать pdb edit я просто таким вопросом не задавался имена должны быть одинаково именно да то есть пароль да то есть ну я не задавался вопросом поэтому я даже не знаю да таким образом можно хотя бы свой хэш посмотреть а вот вот можно вот в таком формате pdb вот это вот уже хэши вот это скорее всего lm хэш а вот это нтлм хэш ну и для сравнения да дзекаршедов на предмет студент здесь там именно что в другой форме ну вот это хэши и просто хэши по самому с тем ну давайте попробуем развернуть отдельно стоящий сервер